Я вас приветствую, дорогие друзья. Вас зовут Симас Приетень. Тема сегодняшней пресс-конференции, которая не была на самом деле запланирована, это то, как политическим пиаром занимается Игорь Дадон за счет молдавских налогоплательщиков, как он по секрету за деньги наших граждан продолжает отдыхать за рубежом. Это его неудачный сорвавшийся визит в Москву и многое другое, предлагаю обо всем по порядку. Итак, официальная кампания начинается 2 октября. Дадон просто как клоун продолжает ездить по стране. Он открывает круговой в Дубосарах. Его коллеги из партии открывают и режут ленточки в туалетах. Он открывает мостики в селах. Он открывает дороги по 200 метров. Сегодня он поехал в Бельце, пытался себе присвоить, приписать, вернее, деньги бельских налогоплательщиков, которые возвращаются на ремонт дорог. Он пытался это представить как свою заслугу. Опять пошел, поцеловал 6 икон. Поехал в Кауслу. Хотя открытие было вчера. И я на полках видел от разных производителей. Там Пателди, Куркан, есть, выбор широкий. То есть мог бы меня спросить, я бы ему это подтвердил. Он едет в Фалеште. Он продолжит эти поездки по стране. Причина простая. Почему он ездит именно по этим районам, населенным пунктам, я вам сейчас объясню. В воскресенье, после того, когда Дон приехал с очередной охоты, ему представили результаты опросов, реальных опросов. Не то, что публиковались сегодня там социологи, демографы, а реальных опросов, они очень массово замерили север Молдавии. Именно наш город Бельцы и плюс 10 районов. Дону показывают цифры. И говорят, что Игорь Николаевич у нас проблемы. Короче, Усатый на первом месте в Бельцах, на первом месте в Фалешском районе, в Гладянском, Рыжканском, Дрокиевском, в двух районах, в Бричанах, и не помню там еще в каком, Усатый на втором, и в остальных на третьем. Додон, когда увидел, что в Бельцах и в четырех районах, как бы я на первом месте, ему сразу пиарщики, политехнологи, значит, надо ехать туда, срочно что-то делать, потому что если такие ужасные цифры на севере, значит, теперь понятно, почему просел Кишиневе и так далее, и так далее. Значит, самое страшное во всем этом, что он представляет объекты, инфраструктуры, которые построены на деньги налогоплательщиках в том или ином населенном пункте, как свои. Я уже высказывался об этом, это то же самое, если бы я просил бельчанам говорить мне спасибо за то, что на улицах в Бельцах ночью горит свет. Как я могу такое себе позволить, потому что это моя работа, как мэра города. И его обязанности как президента страны точно не входит присваивать себе там работу и правительство, и министерство, и агенции, и так далее. То есть Дадон везде старший. Он отказывается, продолжает отказываться от сигарет, спирта, других тем. Об этом поговорим в другой раз. Поэтому Дадон понимает, что его ждет крах на предстоящих выборах. Он собрал срочно всех своих специалистов, и те, которые из Молдовы, и те, которые за рубежом, и говорит, срочно нужно сделать что-то с усатым. Поэтому разработали стратегию, значит, ездить, усилить, увеличить количество поездок в те районы, которые он выявил, что я уже как кандидат президента на первом месте, и параллельно запустить черный пиар. Ну, потому что, так как у Плохотнюка он научился в основном мерзким вещам, поэтому, как бы, ну, меня это не удивляет. И то, что Дадон сидит, потирает руки, вы понимаете, это человек, который кайфует от того, что, например, там, четыре раза в день у себя на компьютере прокручивает видео, а там, вот Ринат усатый в трусах, там, где-то ругается матом, там, кого-то кроет с ног до головы и так далее. То есть он говорит, ой, я каст, я бон, я каст, я бон. То есть, понимаете, вот этим занимается президент страны. И самое страшное, что в этом ему помогают некоторые оборотни, которые работают в СИБИ, в МВД и других ведомствах. Дадон, можешь показывать все, что угодно. Я не занимался этими мерзкими вещами, заниматься не буду, но у меня есть вопросы, на которые я хотел бы, чтобы Дадон ответил. Причем ответил не для меня, а для всех граждан страны. Игорь Николаевич, сегодня в офисе ПСРМ находится бригада из Москвы, это 32 специалиста. Это команда НТВ, которая якобы там под прикрытием о сотрудничестве, ну, так как Дадону принадлежит НТВ Молдова, это ни для кого не секрет. Значит, те типа на обмен опытом, остальные приехали по секрету. Руководитель этой группы, господин Борисов, не смог приехать в Молдову, потому что он в Молдову невизной. Невизным он стал при плахотнике, и Дадон, на всякий случай, ему там, я, кстати, знаю еще некоторых российских политологов, политтехнологов, которым запрет не был снять, чтобы не зли там, значит, некоторых западных послов, потому что как бы Дадон, он чуть-чуть пророссийский, чуть-чуть прорумынский, чуть-чуть проевропейский, чуть-чуть проковлечный и так далее. Значит, Игорь Николаевич, эти люди ходят на улицу, их все видят, они ходят курить, ну, вовсе по СРМ просто у вас курить запрещено, вы их не прячете в квартирах, как это было при плахотнике. Скажите, пожалуйста, на какие деньги, вернее, где вы взяли деньги, чтобы их оплатить? Это команда специалистов, которая работает в Молдове, и те, кто работает за ее пределами, значит, Дадону обошлось в 1 миллион 200, тысяч долларов США. Пусть выскажет САЦИК, можно ли это по закону, два, пусть покажет Дадон происхождение денег, и как бы мы вопросы свои снимем. Это раз. Значит, все это происходит на фоне того, что у Дадона сорвался визит в Россию, значит, с абсолютной уверенностью вам говорю, что и Путин, президент России, и Мишусин, пример, отказались встречаться с Дадоном, потому что, ну, встретиться, а понимают многие, что Дадон будет потерпевшим на ближайших выборах президента, и как-то с потерпевшим, как бы, встречаться, ну, народ отказался, и Дадон сейчас слезно просит, чтобы в ближайшее время хотя бы прилетел Дмитрий Николаевич Козак в Молдову, для того, чтобы хотя бы подписать какое-то соглашение о предоставлении кредита, чтобы Дадон мог хоть что-то рассказать для того гражданам страны и показать, что его все обещания не были стопроцентной ложью, а только на 98%. Уважаемый Дмитрий Николаевич Козак, я все понимаю, я понимаю и знаю по именно и по должностям всех тех, которые фабриковали, сфабриковали уголовное дело против меня. Я знаю, когда, во сколько к вам пришли и рассказали какие-то байки про меня. Поверить в это или нет, это как бы уже ваше право. Но касаемо Дадона, Дмитрий Николаевич, вы жесткий человек, я помню несколько совещаний когда-то с вашим участием, я помню, как вы там всем раздавали направо и налево, и вот, зная вас как принципиального человека, я хочу понять одно, ну, неужели вам непонятно, что из курицы сделать паштет можно, а из паштет, а паштет превратить в курицу невозможно. Это ваша затея, или это может быть, чтобы не послать в открытую Дадону, как бы это ваше право. Вопрос сегодня в том, что Дадон в очередной раз хочет использовать Россию для того, чтобы хоть как-то выжить на ближайших политических, на ближайших выборах президента. Вот эти, дальше, значит, очень важный вопрос, который меня на самом деле задел. Вы прекрасно знаете, что я чаще всего детально осведомлен о том, что происходит за кулисами молдавской политики, неважно, в Молдове это, либо за ее пределами, и меня как бы возмутила одна вещь. Значит, в августе многие молдавские СМИ написали, что вот Дадон находится в санатории в Москве, все говорили, что он в Барвихе, в пансионате управ делами президента, ну, большая часть СМИ так написала. Я человек, который прожил большую часть своей взрослой жизни в Москве, знал прекрасно, как выглядит аллея в санаторию управ делами президента Барвиха. Да, похоже на те, где был Дадон, но на самом деле это не то, потому что шаровик Дадон, поверьте мне, очень многим надоел, и чтобы вы знали, что большая часть визитов Дадон платит деньги, либо сам, либо дает задание каким-то бизнесменам, молдавским, либо российским, оплатить ему отель, перелеты, охоту и многое другое. Об этом поговорим в другой раз. Значит, тут параллельно все эти дни, я смотрю, у нас очень много работы в штабе, мы готовимся к правильным, демократическим, честным выборам. Я смотрю, фейк-ньюс просто зашкаливает. Чтобы вы знали, Дадон сегодня платит не только за фейк-ньюс, он даже платит некоторым журналистам и на некоторых телеканалах для того, чтобы не показывали политических конкурентов. Поэтому наш шаровик Дадон в августе месяце на самом деле был в Москве, если точно в Московской области, но не был ни в Петрово-Дальнем, ни в Барвихе. Дадон, которого вся страна знает, воляк и доктор, воляк и пациент, воляк и строитель, воляк и агроном, и алкоголик. Значит, я вам скажу для мужиков, после бани врезать стакан в другое, как бы в этом ничего такого нет. Но Игорь Дадон, который очень тщательно за собой следит, а самое главное, ему нужно было кое-чему подучиться, каким-то мухлежам политическим, значит, ездит именно в Москву, ездит именно в эту клинику. Речь идет о клинике с отелем 5 звезд и очень хорошо знают богатые люди Москвы и России, значит, эта клиника называется Вербе Майер. Это отель 5 звезд, куда Дадон поехал делать себе детокс печени. Значит, плануя чета тени Република Молдова тот факт детокса. Игорь Дадон, врач детокс европейский. Игорь Дадон, мастер, мастер, Игорь Додон, С умным лицом там вышел, вы помните, пришедите, распунь, там, комарики его кусали, как бы, и я понимаю, почему кусали, потому что я уже как-то говорил, что у нас температура 36,6 у Игоря Николаевича 41,5 круглый год, поэтому с такой температурой комары его облетать просто не могли. Вы знаете, я сегодня организовал такой небольшой розыгрыш, вот так, настроение, что-то под утро лег спать, вчера был там трудный день, но сегодня проснулся, там, прочитал кое-какие моменты, там, заготовки очередные, там, грязные Додоны, которые он готовит. Ну, дай-ка, разыграем ситуацию, вы помните, как пранкеры в Иван и Лексус разыграли Валеру, там, Тимофти и так далее, думаю, ладно, Додона звонить не будем, а дай-ка я позвоню в эту самую клинику, и представлюсь одним из партнеров Додона по схемам, молдавским депутатом, бывшей Демпартии, нынешней независимой, скоро возглавит партию ШОР по селению в Молдавии, Жене Никифорчук. Я вам предлагаю посмотреть видео сегодняшнего розыгрыша, в котором вы посмотрите, и все вы поймете, потом мы продолжим. Я попрошу своих коллег сейчас запустить это видео. Спасибо. Юва Сулстима Спретень, я вас приветствую, дорогие друзья. Все вы видели в августе, как наш царь Додон, значит, занимался спортом в одном из санаторий в Подмосковье. Даже передачу «Пришидентели Распонди» он заснял в этом же санатории. Все молдавские СМИ писали о том, что это Барбиха, санаторий управ делами президента. Некоторые СМИ писали другие варианты. На самом деле он был в клинике Детокса, австрийская клиника в Подмосковье, которая называется Вербомайер. Сейчас я туда хочу позвонить, заказать там номер на неделю, чтобы вы понимали, сколько ваших денег тратит наш молдавский царь Додон на свои поездки, на свои отдыхи. Поэтому я решил снять это видео, чтобы позвонить в прямом эфире. Ну, как бы не в прямом эфире, это запись сейчас. Но позвонить для того, чтобы вы вместе с вами послушали. Мы вместе с вами услышали реально, сколько стоит там номер. Итак, погнали. Здравствуйте. Вы позвонили в австрийский центр здоровья Вербомайер. Единственный в России центр современной майер-терапии. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Мы скоро ответим. Для того, чтобы мы могли улучшить наш сервис, разговор может быть записан. Добрый день. Меня зовут Олеся. Чем могу вам звоночь? Здравствуйте. Олеся, я вам звоню из Молдавии. Хотел бы вот уточнить, с отделом бронирования хотел переговорить. Да, это отдел бронирования. Очень приятно, как ты могла попрощаться. Значит, меня зовут Евгений, фамилия Никифорчук. Значит, да, я вам звоню. Почему? Значит, наше руководство там находилось у вас в санаторий в августе месяце. Да. Значит, я хотел бы тоже к вам приехать, потому что я смотрел на букинге. И то показывает номера есть, то номеров нет, поэтому я решил вам позвонить. Плюс там руководитель сказал, что если напрямую, могут быть какие-то скидки. Да, у нас на букинге представлено только проживание в центре. Нет, я хочу вот как у Игоря Николаевича, значит, Игорь Дадон, мы вместе с супругой Галины, был у вас в августе. Да. Это наш руководитель. И я хочу вот именно с комплектом процедур. Потому что вот в наших леях, ну, букинг переводит в молдавскую валюту, получается 300 тысяч леев. На неделю это где-то 15 тысяч евро. То есть я не... А просто номер у вас стоит других денег. А я хочу вот именно с пакетом. С программой, да. Да, с программой, потому что у вас на сайте как бы не расписана стоимость программ. Я вот с супругой. Да, там можно через конкулятор считать, но я вам сейчас все подскажу по стоимости. Евгений, скажите, пожалуйста, сколько дней вы хотели бы у нас в центре проводить? Ну, недельку. Ну, наш был у вас там неделю, 6 или 7 дней. Да. А вот скажите, а можно какую программу, как у Игоря Николаевича? Потому что он сказал, говорит, слушай, вы посмотрите, вот какая была вот у Додона, такая вот и у меня. Да, у него была классическая наша базовая программа, на которой центр специализирует эту программу по детоксикации организма, общее здоровье. Вызывается она же ТОП по Майеру, по Майер-терапии. Вот у Игоря Николаевича такая программа была, может, для вас ее запранировать. Так, а у супруги, потому что я с женой тоже. Угу, сейчас смотрю. Такая же и у супруги, да. То есть такая же у супруги. Сколько будет стоить нам на двоих, если вот числа, либо вот 7 октября начать? Посмотрите, пожалуйста. Значит, 7 октября на неделю. Я хотел на ноябрьский, но на ноябрьский у вас, я смотрю, там красным все показывает, все занято. Или есть? Да, у нас там заезд возможен. Но только на длительные программы. Вот для вас можно будет посмотреть, я сейчас по номерам проверю. Угу. С какого числа вы хотите? Ну, вот смотри, нет, идеально, конечно, вот в конце октября, чтобы на ноябрьский приехать, в Москве погулять, как бы. Угу. То есть, ну, последние числа октября. Ну, вы смотрите, вот как у вас лучше, когда удобнее заезд, мы подстроимся. Можно будет с 30-го. Угу. Номер у Игоря Николаевича был забронирован в Junior Suite. Можно для вас тоже этот номер. Так. Это полу-люкс. Угу. Он есть в наличии на 30-е октября. Так, и на неделю сколько будет стоить? На неделю программа будет стоить в этой категории номер при двухмежном размещении 221 900. Это в рублях за гостя. Сейчас вам на двоих сразу посчитаю. То есть, если с женой 440, да? Да. Так, 440 тысяч. Это в рублях все, правильно? Это в рублях, значит, 443 800. 443 800. Это если вот в номере Junior Suite. У нас есть еще номера. Не-не, вот как у него. Он сказал, что у него нормальный был номер. Плюс, как бы, чтобы он наш тоже, чтобы не обиделся, потому что он президент, я депутат парламент, и поэтому нельзя в номерах лучше, чем у начальства. Да, все равно. Да. А скажите, а это вот с питанием совсем, вот эта сумма, или там? Да, да. Цена комплексная полностью за все. Здесь пойдет проживание в этом номере, питание трехразовое. Будет по дитоксиню, за сниженной калорийностью. Питание в ресторане. Пойдет неограниченное пользование с пазлами, с бассейнами. И сама программа. То есть, помимо этих расходов, я хочу понять, какие-то дополнительные экстра? Потому что... Возможно, вообще программа уже поставлена полностью. В нее все необходимые процедуры уже входят. Но если вы захотите, например, какую-то косметологическую услугу, или консультацию дополнительную с врачом, он получит, что у нас, что у специалистов, можно будет добавить. Просто Игорь Николаевич сказал, что есть дополнительные услуги, но не знает, потому что за него там платили как бы друзья. Потому что я его спрашивал, что входит, что не входит. То есть, вот все, что было у него, потому что он говорит, что у него был полный пакет, как надо. То есть, ничего дополнительного. То есть, как бы у него вошло все в эту сумму. То есть, если мы закажем, то будет стоить это. Не надо ничего дополнительного. Я имею в виду там мини-бар. Я вас понял. Хорошо, тогда давайте я сейчас переговорю. Значит, можно еще раз. 30-го заехать можно, получается, да? Да, да, возможно. Если вы заедете 30-го, то выехать будет 6-го ноября. Так, 30-е по 6-е. Ладно, хорошо. Я переговорю тогда сейчас с женой, с Игорем Николаевичем. Если что, это самое. Я сейчас переведу на наши молдавские деньги, сколько это получается в обмене валюту. Хорошо, большое вам спасибо тогда. Спасибо, Евгений, да. Да, наберу вас чуть позже. Спасибо. А вас как зовут еще раз, если перезвонить? Меня зовут Олеся. Олеся, да. В общем, или я позвоню, то есть, насчет броня. Ну, где-то минут 20-30, ладно? Конечно, да. Окей. Скажите, пожалуйста, у вас там комнаты для переговоров, если кто-то приедет по линии Госдумы ко мне и так далее. Это есть конференц-зал или что-то? У нас есть конференц-зал, да. Но нужно будет договориться заранее, чтобы по времени для вас сегодня прониклили. Потому что там иногда проходят занятия. А вот этот, а Игорь Николаевич показывал фотографии там пруд с рыбками. Это там платная рыбалка у вас или он декоративный? Нет, прудик декоративный, для отдыха. А, то есть платной рыбалки нет? Да, рыбалки нет. Все, я понял. Большое спасибо, я вам перезвоню. Дорогие друзья, это было, я думаю, для одних очень весело. Мне как бы самому было весело, когда звонил, но после того, как все это закончилось, мне стало очень грустно. Дело в том, что президент Молдавии Дадон часто заявляет о том, что он с женой работает, родители помогают. Вы понимаете, его зарплата 19 тысяч лей. То есть за этот пятизвездочный отель он заплатил ту цифру, которую вы услышали в рублях, больше 100 тысяч лей за эти дни, которые он там находился. Плюс наверняка что-то еще пошел там на фарцаманил. Но, суть в другом, то есть он свою месячную зарплату платил в сутки за проживание в этом пятизвездочном отеле. Молстимацы, четочение Републики Молдова. Молцын пенсионарь, алцын инвалиды. Шастас, кэнд 20.000 делей пенопти, пришедители церей Акиты, пентру детокс, в этот хател дилус, ка с манцелега шеи дала царе, детокс, аста е у процедура пентру бетсывани дали Игорь Николаевич. По-симпту, сунт открытые, сунт барбац, кэр мерглау нунта, лау куматрия, лау пешкует, беу пары дивин, луну дыракеу, сау ракеу ку бере. Алтые беу пешкулз, кума Игорь Николаевич. Пу-муфак, детокс, и скуратся маера. Та, анафаре деачешт бани, Игорь Додон а хитат сума де 2 млн. рубля русешти, че ар SMSна alteе 420.000 дилей на ассейша саптамана, петру а хитат унили сервичии лау компанией дипиар, каре ла ва, ла ва, ла ва, ла ва, ла ва, ла ва, ла ва ва, ла ва ма. Ведетсвел, тът тимпо, ес а-н фаа даме, дейдин дядет, пуньи фаа аша, пуни аша, В этом году на 180 градусов в правой стадии, в двойной стадии с головой. Сюда работают специалисты. Свечи церковьи, арта миншиона, как не читать фальшили, когда они говорят, что они будут миншиона. То есть эти сервисиции были организованы. Внутри специалисты и участвовали в procedуре, чтобы работали специалисты. Мы с помощью осуществления, У нас было около 100.000 рублей. В отеле 420.000 рублей. Что-то означает 2 миллиона рублей русских. У нас есть специалисты. У нас есть в total 520.000 рублей. Поэтому, если у нас были в магазине, или у нас были вопросы, то есть проблемы. Но, как я сказал anteriormente, что каждый президент должен заявить и правительство. Так что, д. Дудон, что в России, это не только для меня. Но, в Торгии, которые в Китае, не учитывали. в Ачасте, в Аканце, в Адельской Делуге, в Торгии, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, Игорь Додон, что больше людей, которые говорят о семье, которые были в стране, которые любят семьи, обещания. Скажите еще раз, если вы говорите, что у вас есть два фрунза, у вас есть лако, и у вас есть лако. Я понимаю, что многие люди делают тратаменты, что я делаю очень скромно пестихотарь в Германии. Есть у вас в России в Молдове, что они не хотят пестихотарь. Но я думаю, что мы сделаем это, что мы сделаем это. Есть ситуации, что больше не нужно. У вас есть люди, которые в районе в Клинике в Израиле, в Турчаке, в Германии, в Москве, в Киеве, У них нет, что у них были операции на сотни девятых детей. Один пытался ромать, другой, другой проблемой. В общем, президентом страны, страны, это обязательство с декларировать все эти vacансы, и официальные, и неофициальные. О vacансах и гостях с границей, мы поговорим еще раз. Я не понимаю сегодня, что Игорь Додон делает все возможное, чтобы читать свои менты, inclusive в сондачах, которые они видят. Он оценивает с дамой Майя-Сандо, он видит большую дистанцию между меня и Майя-Сандо, не имея в виду, что в сондачах реальных, которые они видят Додон, диференция между меня и Майя-Сандо есть 2%. Плюс Додон окомандировал сондача, они вендят, что, по даме Майя-Сандо, он может быть в сондачах, в туре 2, probabilность его есть очень маленькая, и в сондах с дамой Майя-Сандо, но, в сондачах, это возможно, и потому что дамя Майя-Сандо не имеет сондача, и в центре мне. В сондачах мой, Додон, он всталет, что в туре 2, он сондача, что его рупит, по Додон, с 70 на 30, потому что, в этом, я не могу, что сегодня я выберу, как я называю политологи, Мне не плакать эти динумырии. Электрорады Центру Дреапта, Центру Стэнга, Центру... Сегодня у меня есть больше людей, которые были уничтожены. Один в действительность Дудону, а другой в действительность Дома Майя Сандру, когда он был первым-министром, кто-то был уничтожен в Андрей Настас, кто-то был уничтожен в Мини. Но, в основном, базин самый большой, а сегодня я. И Дудон пытается комбинировать читательные что это я по-надо с Майя Сандру. Я рекомендую, что все уничтожены не затрагиваются, что будут решения. Они будут ваше место, ваше место, ваше место, ваше место, ваше место, ваше место, ваше место. Но сегодня эта стратегия под manipулами Дудон, я по-надо с Майя Сандру, и по-надо мне по-надо с бот, и сомнение, с дробитором, и из-за специалистов, Ужасно, что все так началось, что компания началась именно со лжи, фейк-ньюзов, с того, что все СМИ до Дона с утра до вечера плохо. Ужасно, говорят и пишут про Бельц, вот улица Гечевская проблема, смотрите, люди вышли, а Усатый вот не пришел, он занят компанией. Во время компании я подписал декларацию в ЦИКе, что на момент компании моя должность приостанавливается в качестве примара муниципиа Белца. Я наблюдаю за всем, что происходит, я говорю с коллегами, я советуюсь, я слежу за событиями. Ну вот эти провокации, которые они организовывают, используют Бельчан, а потом Додон ездит по Бельцам, фотографируется и так далее, это просто низко мерзко и подло. Я обращаюсь ко всем конкурентам. Ребята, я понимаю, что с Додоном тяжело, но обращаюсь и к нему. Давайте проведем чистую компанию, давайте показывать расходы, донации. Значит, мы должны показать все людям. Вы те, которые претендуете руководить страной 4 года, большая часть из вас даже сегодня уже скрывают доходы, а кто-то привлекает специалистов из-за границы и так далее, и так далее. Они пусть сделают все, что могут. Как я говорил неоднократно, мы с народом Молдовы сделаем все, что посчитаем нужным. Поэтому я продолжаю свою работу, я готовлюсь к официальной кампании, я поеду во все районы страны, мы обязательно с вами встретимся, обнимемся, обсудим, как дальше жить. У меня есть программа, у меня есть стратегия, у меня есть люди, все это я представлю тогда, когда это позволяет закон, начиная со 2 января. А пока я предлагаю, чтобы вся страна жила правильно с девизом «Сила в правде», «Путерянный дивер» и самое главное, передавайте из двора в двор, из дома в дом. Весны ждать не будем, будем сажать дома, будем сажать зимой. Поэтому всем хорошего дня, всем огромное спасибо. Астас в ВВИ, индирект лаурили доузей зеро зеро, сент инвитат лаун пост, радио Медиа Диаспора. В ВВИ онлайн шипи фейсбук, не птиц привью, салпи пайжина Медиа Диаспора, радио салпи, салпи пайжина миа фейсбук. Ваду резко зикат моя фурма, садисара не май ведем, норок. Пока. Продолжение следует...